Звуки музыки, яркие костюмы, танцевальные па. Так, вступительные испытания проходят только в одном вузе Минска. Сегодня экзамены принимали в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Будущим деятелям культуры недостаточно владеть одной теорией. Поэтому вступительные испытания в вуз всегда творческие. Абитуриенты должны представить комиссии собственную работу или номер в соответствии с выбранной специальностью. Первой на сут комиссии вышла Михаилина Хвисюк. Девушка поступает на специальность эстрадно-джазовый вокал. Петь Михаилина начала, когда ей было всего три. С 14 пишет собственное произведение. За плечами разные концертные площадки. В числе последних – Славянский базар. В будущем, уверена, еще не одно яркое выступление. Проложить дорогу к большой сцене девушка хочет в университете культуры и искусств. Изначально знала, что место, куда я хочу поступить, это именно в Белоруссии, именно в ГУКе. Потому что я проходила стажировки в различных университетах и в России. Но сердце больше лежит к нашему университету. Наша страна богата на таланты, и у Михаилина немало хороших соперников. В УЗИ уже сформировался достаточно внушительный конкурс – два с половиной человека на место. В целом здесь планируют зачислить около 600 абитуриентов. Первые результаты будущих первокурсников комиссии оценивают очень высоко. Творческие способности людей есть, они развиваются. Очень приятно, что наша школа, которая готовит творческих людей, школы искусств, музыкальные школы, они действительно мотивируют. И ребята приезжают со всех уголков, со всех регионов, чтобы получить творческую профессию и вернуться развивать сферу культуры, поддерживать ее в регионах. Вступительные испытания продлятся до 25 июля. Уже 27-го станут известны списки тех, кто поступил на бюджет. А 2-го и 3-го августа вузы зачислят платников. В этом году первые курсы обещают быть сильными. Об этом говорят показатели прошедшего ЦТ. Максимального результата добились более 680 человек. В топе предметов – иностранный язык, математика, русский и физика. Уже отработана достаточно прозрачная система, объективная, которая позволяет всех в одинаковых условиях оценить, ранжировать для того, чтобы они могли дальше поступать в вузы. У ребят, которые не проходят на заветное место, еще остается пространство для маневра. Завтра стартует приемная кампания в колледжах. С 9-ти все приемные комиссии начнут работу в колледжах нашей страны. Рекомендую всем не в первый день подавать документы, чтобы не создавать дискомфорт в первую очередь себе, потому что всех мы примем, все будут иметь возможность подать документы. Завтра двери абитуриентам откроют около 200 колледжей. В этом году они примут более 39 тысяч человек. Алина Мычко, Николай Гончаренко, СТВ.